Я приветствую всех на канале Волкварт Геймс, это военные игры с Волком. И сегодня мы в рамках такого стрелкового турнира проведем, ну как сказать, гран-при что ли, дополнительное соревнование, которое не входит в основную программу. То есть в предыдущих видео мы определяли лучший пистолет Второй мировой войны. То есть мы оспаривали, свое первенство оспаривали немецкие пистолеты Вальтер П-38 и Парабеллум, он же Люгер П-08, американский пистолет Кольт М-1911 и советский пистолет ТТ-33, тульский Токарева, он же ТТ. Вот, и отдельное сегодня будет состязание, то есть оно будет просто, то есть без финала, без всего. Будет сегодня команда, вооруженная пистолетами ТТ, это, кстати, команда-победительница нашего турнира. С другой стороны команда будет, ну она экипирована, в общем, в форму польской армии, армии Крайева. Они вооружены револьверами на ГАН. То есть сегодня мы будем опытным путем проверять по той же схеме, в общем, что и в предыдущих наших строковых соревнованиях, что лучше, пистолет ТТ, основной наш пистолет Великой Отечественной войны, или револьвер на ГАНа. Ну, то есть, опять-таки, единственный, в принципе, из револьверов, который в это время у нас применялся. Вся схема состязания состоит, ну, то есть, абсолютно идентичная предыдущим. То есть у нас 9 раундов. Сейчас, секундочку, я их тут отображу себе. Так, ТТ и на ГАН. Так, значит, первый раунд, первые три раунда у нас дистанция 50 метров. Значит, четвертый, пятый, шестой раунды дистанция 30 метров. И самый экстремальный, седьмой, восьмой, девятый дистанция 10 метров. То есть минимальная дистанция, допустимая между участниками. Значит, соответственно, победа достигается достижением наибольшего количества очков. То есть всего очков 9. То есть если вы набираете из них минимальное достижение победы, нужно 5 набрать. Так, ну, собственно говоря, остальное все тут будет как в прошлый раз. Здоровье максимальное у всех участников. Навыки максимальные. Значит, средств бронезащиты, касок, бронежилетов, ничего этого нету. Ограничений по боеприпасам нету. Тактика у всех одинаковая. То есть максимальная агрессивность, так скажем. Так, ну и давайте. Мы играем за инст... Да, управляются команды сугубо искусственным интеллектом. То есть мы никаких команд им отдавать не можем. То есть влиять на их действия никоим образом не можем. У них программа перестрелять друг друга и продвинуться до той точки, где находится команда противника. Так, ну и, собственно говоря, давайте начинать. Первый раунд 50 метров. ТТ против Нагана. Что же лучше? Сейчас мы наглядно в этом убедимся. Кто доминирует на поле боя и на сколько. Поехали. Так. Смотрите, наша команда еще продвигается вперед. А те заняли вон оборонительную линию, можно сказать. Ну, можно сказать, что у револьверов, в силу конструктивной особенности, и вот если они сорвут, так скажем, банк с первого, так скажем, барабана, да, и обеспечить себе подавляющее численное превосходство для того, чтобы после перезарядки дать второй залп. Можно сказать. То только тогда они выиграют. А в такой ситуации у них шансов нету. То есть пистолет перезарядить гораздо легче, чем револьвер. Ну, собственно говоря, мы это тут и увидели. Так, наша команда осталась в количестве 4, 6. Пятерых потеряли. Так, ну, первый раунд за пистолетом ТТ. Так, смотрим не повтор, а второй раунд. Второй раунд будем смотреть со стороны команды, имеющей на вооружении револьверы Нагана. Поехали. Давайте вот так. Отойдем, чтобы не мешать никому. И вот, смотрите, да, о чем я говорил. Первым вот сразу залпом они... Ну, в принципе, ничего не получилось. Я почему-то думал, что у них получается. Но у них не получилось. Все, все. Да. Причем в этот раз наши бойцы с пистолетами ТТ потеряли одного человека. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, да. Разгром. Полный. Хотя, в принципе... Давайте смотреть. Третий раунд. Дистанция 50 метров. Что хотелось сказать. Есть возможность устроить подобное соревнование чисто между револьверами. Вот, я думаю, взять, допустим, чисто револьверы и посмотреть, кто из них король на поле боя. Так, поехали. Ну, разгром, как вы видите, полный. То есть мы опять потеряли одного, да? Выплепаться кончились. Четвертый. Убий. Так. Три-ноль. Ну и переходим мы на дистанцию. Переходим мы на дистанцию 30 метров. Дистанция 30 метров, напоминаю, определяется у нас по вот этим огонькам на взлетно-посадочной полосе. Они тут очень удачно расположены. То есть, ну, то есть не чисто 30 там будет. Ну, плюс-минус я вымерял. Там что-то около двух метров погрешности. То есть терпимо абсолютно. Так, всех перемещаем на 30 метров. Так, и смотрим опять. Теперь мы со стороны стартуем, со стороны команды, которая имеет на вооружении револьверы Нагана. Счет 3-0. Поехали. Оба вида оружия взяты из одного мода. Это Iron Front. Так, ну и что? Все. Что удалось? Раз, два. Двоих. Не дают пистолеты ТТ ни одного шанса Наганам. Так. Мне кажется, что они не отыграются вообще. Так, и смотрим со стороны ТТ-шников. О, смотрите, сейчас результативнее стреляют. Запись идет без всяких склеек. Никакого монтажа нету. То есть все на живую снимается. Прекрати стрелять! Восьмой! Ваши стрелки! А что-то не стреляли? О, да. Все. Вот только сказал и получилось отыграться. Так. Ну, как говорится, не все так однозначно. Да? Пятый раунд за револьвером Нагана остался. Так. Ну и давайте будем сейчас смотреть. Следующий раунд. Поехали. Поехали. Неужели... Не, не получится у них. Или получится? Получается. Опа. Нет. Вот это драматично. Ну-ка. Один на один. Не, два на один. Давай, давай. О! Вот это да. Ты смотри. Как накаркал. Второй раунд подряд. Поднимает команда с Наганами. Так. Ну и сейчас мы переходим на самую экстремальную дистанцию. Это 10 метров. Так. Возвращаемся мы в редактор. И сейчас самые драматичные схватки у нас, естественно, происходят на той дистанции, на которую просто невозможно промахнуться практически. Это 10 метров. Так. Она у нас рассчитывается вот по этим вот посадочным огонькам. Ну, не посадочным. Это не взлетно-посадочная полоса, а какая-то техническая дорожка для самолетов. Так. Дело происходит на острове Малда. На Новом. Который вот только-только вышел. Буквально там сколько? Неделю назад. Уже две недели. Так. Ну, давайте. Так. Сейчас мы смотрим со стороны наших. Так. Ну, поехали. Решающие три раунда. Счет сейчас 4-2. В пользу пистолетов ТТ. Им нужно... А. Им нужна одна победа. Чтобы победить, в общем. Ну, в сухую, как видите, не получается. То есть... Неожиданно, конечно, сейчас получилось. Поехали. Вот так вот. Встал, Вадим, встал. Все. Пересчет, видите, они между собой сейчас обмениваются. В армации, кто живой остался. Так. Ну, что. Можно сказать, что команда с пистолетами ТТ победила. Уже победила. Так. Но, тем не менее, два раунда еще осталось. И посмотрим, будет ли победа, так скажем, крайне убедительной. Или... То есть, сами понимаете, что если счет 5-4, то все-таки вопрос остается спорным. Да. Что лучше брать? Пистолет ТТ или наган? А если сейчас два раунда за ТТ-шниками, то... Но... Сейчас может кто-то встать еще. Даже никто с линии не ушел. Тем не менее, потери в команде с пистолетами ТТ. Раз, два, три, четыре, четверо. Ну, давят. Не дают шансов, конечно. И все. Последний раунд. Последний раунд. Сейчас все и определится. Поехали. Меня попали даже. Ну, как видите, секунда. Все, все, секунда решает. Сейчас. Никто не встанет. Ну, и счет в результате у нас получается 7-2. 7-2 в пользу пистолета ТТ. То есть, по крайней мере, в рамках игры... Условности игры Arma 3 и ее конкретно мода Iron Front. Пистолет ТТ оказался гораздо более предпочтительным видом оружия нежели револьвер Нагана. Сейчас дать его... Можно брать. Так, ну вот револьвер Нагана. Все честно. 7 патронов. Так, ну, на этом, собственно, друзья, все. Кому видео понравилось, ставьте плюсы, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, которая посвящена каналу. Также вы можете предложить какие-то свои варианты посредством системы доната. Написать там сообщения со своей идеей. Ну, а на этом все. С вами был Волк. Пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok